Приветствую вас, аноним! Давайте мы с вами разберём ваш текст, давайте мы с вами попробуем посмотреть вашу проблему. И первое, что хочу сказать, это то, что ваш запрос, он, ваш запрос, он не содержит по факту никакой направленности на работу над собой. То есть, по сути, это такое, знаете, такое, ну, восхитание, вопрощание, может быть, да, может быть, это некий такой крика в помощи, вот. Ну, то есть, вы чувствуете, что вам помощь нужна, конечно. Вот только какая помощь и что именно нужно? Вот это вот вы на самом деле пока что не знаете. И на это указывает то, что вы задаете вопрос. Что мне делать, уважаемые эксперты? Что делать, чтобы что? Аноним. Что делать, чтобы что? Что вы хотите в итоге получить? Мне почти 20, пишите вы, и я девочка. Нет, аноним. Вы не девочка. Вы девушка, вы женщина, вы взрослый человек уже. Вот то, что вы пишете, да, или можно сказать, то, как вы пишете, говорит о том, что вы хотите оставаться в детстве, не хотите становиться взрослым, не хотите брать ответственность на себя, не хотите анализировать, не хотите принимать реальность. Это не обвинение, что-то я сейчас говорю. Это факт. И самое, что печальное в этом, именно печальное, именно печальное, это то, что у вас есть мотив. У вас есть мотив и стимул для того, чтобы оставаться в этом самом детском состоянии. То есть для чего-то вам это нужно точно. По какой-то причине вы хотите оставаться в этом состоянии. И далее вы, по сути дел, раскрываете этот момент, что я всегда была мечтательной, скромной и стеснительной. Мечтательность. Мечтательность – это избегание реальности. То есть уход мечты, ну, уход в иллюзии, уход в нереальность происходящего – это избегание настоящего реального мира. Значит, чем-то реальный мир вам не нравится, чем-то он выглядит для вас, возможно, угрожающим, устрашающим, неприятным, что-то еще может быть. Вот. И по этой причине вы склонны уходить в мечты. То есть понятно, что здесь есть целая такая, знаете, как это лучше сказать, парадигма. Целая, целая выбранная модель поведения. То есть я по какой-то причине не хочу принимать реальный мир, да. Я по какой-то причине хочу жить в своих мечтах, вот. Но, но, делаю ли я что-то для того, чтобы мои мечты стали реальностью? Нет. Скорее всего, нет. И не хочу делать ничего, потому что, ну, скорее всего, когда я вынужден опять буду принять реальный мир, а в реальном мире мне нехорошо, в реальном мире мне неприятно. Да. То есть это процесс избегания. Избегание от реальности. Вот. Соответственно, нужно, чтобы вы для себя обязательно вот эти аспекты определили. То есть, почему вы избегаете реального мира, по какой причине вы это делаете, по какой причине вы избегаете его, что вам не нравится в нем, в реальном мире, чем он вас страшит и так далее. Дальше. Вы пишите скромно. Скромность – это обесценивание себя, обесценивание своих заслуг, это принижение себя, принижение своих заслуг. Ну, я вижу так, что либо у вас очень строгие родители, которые вас держат в строгости, которые держат вас в правильности, такой условной правильности. Либо, либо вас наоборот гиперопекали. Следствие чего вы привыкли полностью полагаться на оценку других людей, на то, что они вас оценят, они вас будут любить безусловно, они вас будут принимать безусловно. А вы будете в это время мечтать, скромничать, стесняться и ничего не делать для того, чтобы, ну, занимать достойное место в, так сказать, обществе, да, и во всех сверхжизнях. Соответственно, данную негативную парадигму взаимодействия с родителями нужно корректировать, потому что она вам ничего хорошего не принесет. Ну, это работа, это работа над собой. Стеснительность. Стеснительность, это непринятие себя. То есть, я не принимаю себя такой, какая есть, какая я есть. Я не считаю, что могу быть той, какая я есть. Я не считаю, что могу быть такой, какой я являюсь. Вот. Я не считаю, что могу быть такой. И из-за того, что я не принимаю себя, я стесняюсь и веду себя достаточно скованно. То есть, во мне, во мне есть, какие-то моменты, да, во мне есть какие-то черты, которые я считаю себе, ну, вообще неприемлемы, и не разрешаю себе их проявлять. Потому что считаю, что это, там, плохо, и так далее, и так далее. Ну, понятно, на мой взгляд, совершенно, что эти мысли, эти повиски, эти понятия не являются вашими. Понятно, что это, эти установки являются внушенными вам, других, другими людьми. Вот. И, к сожалению, это очень сильно вам вредит. А мне почему-то, вот, мне почему-то кажется, что вы считаете даже, что вот ваша стеснительность и скромность – это плюс. Это положительный момент. Далее, с мальчиками отношений не было. Ну, понимаете, чтобы отношения, чтобы были отношения с мальчиками, чтобы были отношения с мужчинами, да, не мальчиками, мужчинами, нужно самой быть женщиной. А вы, девочка, вы не женщина. То есть, вы не воспринимаетесь серьезными мужчинами, скорее всего, как достойный партнер. Вот. А несерьезные партнеры, несерьезные мужчины вас не привлекают. И получается, что вы одна. То есть, вы выросли, выросли уже из-за настоящей девочки, вы выросли, вы выросли. А до женщины вы пока еще не взросли. И отсюда отношений с мальчиками, естественно, нет. Ну, и как бы априори, да, априори. То есть, если вы хотите выстраивать отношения с мужчинами, да, на основе эмоций, на основе чувств, то я думаю, что, ну, это нужно делать любя, да, на основе любви. То есть, вам для этого нужно полюбить. А чтобы кого-то полюбить, нужно полюбить себя. А себя вы не любите, потому что вы скромные и стеснительные. И мечтательные. Ну, мечтательные, ну, ладно, а вот скромные и стеснительные, это не любовь к себе. Это непринятие себя. И, соответственно, если есть непринятие себя, но есть мечтательность, идеализация, то вы и мужчину идеализируете. И такого мужчину, какого хотите вы, вы не встретите. Потому что вы ищете, вы ищете идеального, а идеального нет. А недостаточно принять вы не готовы, потому что вы не принимаете себя. И отсюда складывается такая вот не очень радостная картина происходящего. Надеюсь полюбить по-настоящему. Что значит по-настоящему? Откуда такая надежда? Зачем вам это? Почему вы думаете о том, чтобы полюбить по-настоящему? Для чего? В чем вы нуждаетесь? Откуда желание полюбить? На 20 лет вы можете учиться, можете работать, можете развиваться, можете идти с вами путем. Но вы думаете о любви. Почему? Но понимаешь, что так сможет пройти и несколько лет. И пройдет несколько лет. И пройдет 5 лет. И 6 лет. И что? Разве это плохо? Куда вы спешите? А любви хочется. Понимаете, да? Хочется любви не просто так. Ведь вы не любите себя. Не принимаете себя. И хочется, чтобы полюбили вас. Хочется, чтобы приняли вас. И поэтому вы хороший и идеальный кандидат на созависимые отношения. Хочется попробовать секс. Ну, тут нужно определиться. Дело в том, что работа по принятию себя и по научению любить себя займет какое-то время. Не всегда это быстрый процесс. И тут нужно понимать, что на это идет какое-то время. А вот секс вам, ну, секса действительно хочется. И тут момент такой, что либо вы отделите сейчас секс от любви. И просто переспите с кем-то, кто вам придется по душе. Просто, чтобы попробовать секс, например, чтобы получить какой-то опыт, чтобы получать от этого удовольствие, наслаждение. Ну, вообще, надо сказать, наслаждение, потому что удовольствие, это немножко другое. Либо вы свои сексуальные желания пока будете сдерживать, будете удовлетворять себя сами. Вот, и на время пока отложите их реализацию. Во мне борются две личности. Одна этого хочет, другая хочет чувств. Понимаете, хотеть чувств нельзя. Вот хотеть секса можно, а хотеть чувств нельзя. Поэтому, та личность, которая борется в плане чувств, она подсказывает вам, что нужно принять себя. Подсказывает вам, что нужно перестать быть скромной и стеснительной. И если вы перестанете быть скромной и стеснительной, то чувств вам, отец, тоже перестанет. Далее, вы пишете, любви хочется, хочется попробовать секс, во мне борются две личности. А другая хочет чувств, но такого человека нет. Какого человека нет? То есть, вы даже не раскрываете того, какой человек вам нужен. Человек для чувств? Правильно, его нет. Потому что чувство ваше. Вы хотите полюбить себя, вынуждаетесь в том, чтобы полюбить себя, а ищете другого. Для этого. Конечно, его нет. И не будет в ближайшее время. Ну, это вообще непонятно, откуда вы так решили. С другой стороны, я вполне понимаю, я вполне понимаю вашу мысль. То есть, вы отдаете себе отчет в том, что вам нужен такой мужчина, которого вы не встретите. Вы отдаете себе отчет, что такой мужчина, какой вам нравится, да, такой мужчина, не заинтересуется вами. Это правда. Это правда. Сейчас это правда. Но, если хотите, чтобы заинтересовался, то вот, скромность и стеснительность нужно убирать. А мечтательность преобразовывать в какие-то конкретные действия в реальном мире по достижению своих целей, по достижению своих желаний. Если это семья, то нужно делать что-то для этого, если это карьерный родственник, то нужно делать что-то для этого. Но при этом нужно отдавать себе отчет в том, что стоит за каждой из этих ценностей. То есть, чем придется платить, например, если вы сделаете целью своей жизни семью? Чем придется платить, если вы сделаете целью своей жизни карьер? Допустим. Вот. Вот так, аноним. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос в целом. Обращаю ваше внимание на то, что вам такая позиция, в какой вы находитесь сейчас, вам она нравится. Вы, скорее всего, со мной не согласитесь в этом, но она вам нравится, что это позиция, потому что вы не хотите из нее выходить. Вы не сформировали, еще раз повторю, свой вопрос так, чтобы можно было увидеть, что вы хотите работать над собой. Нет, такой вопрос вы не сформировали. И, соответственно, любой ответ, который вам дадут эксперты, любой ответ вы сможете интерпретировать так, что увидите в нем то, что хотите увидеть, а не то, что есть на самом деле. Поэтому вам нужно сформировать для себя то, что вы хотите, увидеть проблемы именно в том, что вы стеснительные, в том, что вы скромные, скромные и в том, что вы мечтательные, с этим работать, это убрать, да, то есть раскрыться, и тогда уже поработать с, собственно, установками и так далее. А так недолго и заболеть, на самом деле. У вас уже две личности борются. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете писать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok